Уехать из Германии, из Дюссельдорфа, чтобы жить в деревянном доме с размытыми вокруг дорогами. Одним словом, получить все исполна, за что мы так ругаем русскую глубинку. Кому-то такой выбор покажется странным, но именно так поступила семья немца Себастьяна, который поселился с женой и детьми в Апсковской области. Им все нравится, переделывать и гнаться за технологиями не хотят, говорят, счастливы и так. Репортаж Алёны Германовой. На утреннюю дойку из козьего упрямства Пушинка сегодня вышла не сразу. Себастьян признается, избаловал любимицу из огонь, ей отдельный и сено побольше. Из хозяина веревки вьет не только дойное стадо, свиньи тоже. Тычут пятаками, просят ласки. Ай-ай-ай-ай. Из Дюссельдорфа, где сплошь одни фабрики, псковскую глубинку. Вместе с женой и детьми Себастьян Висведель перебрался пять лет назад. Деревню выбирал по принципу, чем дальше от цивилизации, тем лучше. Хотя и знать не знал, что такое огороды. В Германии он работал архитектором. Здесь пришлось строить хлев для скота и осваивать трактор. Тарапуньки, как по-деревенски ласково называет трактор, Себастьян привык не сразу водить, учился у местных. Теперь, как заправский фермер, лихо растекает по полям, а гостей угощает козьим сыром. Делал сам, что называется, методом проб и ошибок. Сначала сыр у меня не получался совсем, но куры были этим очень довольны. Все, что не получалось, я им и свиньям отдавал. Только спустя два года сыр начал получаться. Когда крайний дом на единственной улице в деревне Морозово купила семья из Германии, местные жители, конечно, удивились. Ни магазинов, ни почты. До ближайшего города 20 километров пути. Люди вроде бы ничего, что поздороваются в машине, кивнуть головкой. Ну, я им кивну. Ну, а так. У нас народу теперь не стало. Вот суседи, да немец, да мы. Первую зиму, когда везде была грязь, дождь, было очень тяжело. Это было словно, как знаете, Наполеон на русской земле утонул. Но сдаваться я и не думал. Бросить все и переехать жить в русскую деревню Себастьяну однажды предложила жена Лариса. Ей хотелось вернуться на историческую родину, ему приключений. Из Советского Союза в Германию она с родителями уехала еще ребенком. С детства увлекалась живописью и даже закончила Дюссельдорфскую академию художеств. А теперь ей милее всего выставки домашних заготовок в подвале. Яблочный сок домашний. Это айва, железо айвы. Краснокочанная капуста. Это искусство. Да, вся жизнь это искусство. Хоть детей вырастить, хоть вкусное блюдо сварить, хоть и картины нарисовать. А топление дровами, хлеб только свой из настоящей русской печи. И кажется, другой жизни они и не знали. Но Илья, как самый старший из четырех детей, еще помнит о Дюссельдорфе. Там у него остались друзья. Они, правда, в его рассказы о русской деревне не очень-то верят. По лицу видно, что прям не верят. Летом я бегаю по улице, занимаюсь ящерицами, всякое такое. А зимой играю ночью с братиками в снежки, лепим снеговиков. Илья ездит в школу в соседнее село. Учится хорошо, но по-русскому, признается, бывают и тройки. Язык не дается и главе семейства, как не пытался Себастьян выучить. В его словарном запасе лишь несколько фраз. И хоть до конца Россию он так и не понял, но, говорит, успел прикипеть. В планах пожить здесь еще. Вы же чувствуете себя немножко русским? Нет, не чувствую. Русские для меня все еще загадка. Алена Германова, Сергей Шилов, Павел Зеленков. Первый канал. Псковская область.